9 мая они вновь первые в строю, только вместо орудий и гвоздики. Их живые герои несут павшим. Пришли, несмотря на возраст и болезни, ведь поклониться однополчанам – святой долг. Исполнить его пришли и потомки солдат самой кровопролитной войны. День победы на Алтай по традиции начался с возложения цветов к мемориалу славы. Мы же там немцев гнали, воевали как. Вот это же наш вот именно праздник. Мы рады были. Брат у меня погиб как раз 9 мая, 29 лет ему было. И вот я цветы положила. Алтайский край подарил фронту больше полумиллиона самоотверженных солдат. Они воевали в танковых дивизиях, артиллерийских расчетах, снайперских отрядах. Домой не вернулся каждый второй. И трудно найти семью, которую бы обошло горе. Дорогие ветераны, у вас наша сила и вера. Ваши муки и правды, достигая величия и свершения солдат победы, встали из двори бессмертного полка. Многокилометровая река памяти в Барнауле, как и в любом населенном полке 9 мая, это главная площадка вот уже шестой год подряд. В этот раз в акции «Бессмертный полк» участвует 60 тысяч человек. И впервые на плакатах много женских лиц, связистов, медсестер, разведчиц. Стойкие, строгие, но при этом с большой открытой душой. Несмотря на жестокое время, рассказывают их внуки, женщины оставались женственными и милосердными. Их отправили зимой под Сталинград. И сразу с эшелона раненые оперировать. Мы с подружками в перерыве в раненых прооперировали, пели песни, танцевали, влюблялись. Что русские сегодня не лакомшиты, в Барнауле доказали традиционным пробегом. На старт встали дети, женщины и мужчины. Последние бежали 10 километров. И инвалиды-колясочники. Сложная дистанция, трудная вернее. Но я ее преодолел, справился очень рад. Ты спроси меня, и отвечу я, это сердце земли моей. Город не только пел. Каждый из участников праздника готов был рассказать боевой путь своего героя семьи и раскрыть секрет памяти поколений. Фильмы военные о технике, о том, как люди мучились на этой войне в концлагерях. Мне это нужно, чтобы узнать историю получше, для того, чтобы прочувствовать на себе, а ужасу того времени. А жители Бийска не могли пройти мимо автомобиля ГАЗ-67. В сороковые машина ездила на передовой. Так же, как и мотоцикл с пулеметом Дегтярева. В Рубцовске День Победы на главной площади встретили 12 тысяч человек. Зрители ждали военный парад и особенно выступления бойцов спецназначения. Живых свидетелей войны в Алтайском крае осталось всего 1200 человек. И большинство из них свой главный праздник встречают дома, в кругу семьи. Рядом с теми, за чью жизнь они воевали. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Николай Шелко, Андрей Печоркин. Наши новости.